Привет, YouTube! Вы на канале Touring by Time. Меня, как обычно, зовут Саша, за камерой, как обычно, Игорь. Наконец-то, наконец-то мы дождались! Schultz Mom's Favorite попал к нам на обзор и полноценное тестирование. Сколько было сливов, сколько было фотографий. Мы смотрели, фантазировали, мечтали, каким же велосипед получится в итоге. И вот он готов и скоро поступит в продажу. Сегодня, как обычно, поговорим про технические характеристики, внешний вид, трансмиссии, в общем, про все-все-все. Давайте же начинать! Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Начнем по классике с позиционирования. Schultz Mom's Favorite это плюсовый Ригит МТБ. Что это в переводе на человеческий язык? Ригит МТБ это горный велосипед с жесткой вилкой, а плюсовый это значит то, что у нас здесь довольно широкие покрышки. Они шире, чем у обычного классического горного велосипеда, но при этом уже, чем у фэтбайка. То есть велосипед находится в таком middle сегменте, посерединке. Ну ладно, давайте не будем затягивать, уже перейдем к самому велосипеду. Поговорим о фреймсете. Начать хочется с бустого стандарта втулок. Schultz Mom's Favorite это тот велосипед, которому крайне важны зазоры и торсионная жесткость. Поэтому велосипед изначально разрабатывался под втулки большей ширины. Спереди у нас стандарт 110 на 15, сзади 148 на 12. Благодаря такому техническому решению мы можем спокойно устанавливать колеса 27,5 с покрышками до 3,0 дюймов, либо же 29 колеса с покрышками до 2,5 дюймов. И при этом у нас остаются просто шикарнейшие зазоры, что не может не радовать. Далее, за что зацепляется наш взгляд, это просто огроменный передний треугольник, которому позавидуют, наверное, даже самые матерые туринги. Сюда вы можете сшить просто огроменную сумку на заказ и сложить сюда все свои необходимые вещи, что очень круто. Но не это самое интересное в переднем треугольнике. Посмотрите на изогнутую подседельную трубу. Такое техническое решение компания Schultz применяет впервые. Что это нам дает? Во-первых, у нас сильно увеличивается зазор под резину, что тоже не может не радовать. И во-вторых, такая конструкция будет намного лучше флексить. То есть у вас вибрация будет передаваться не напрямую в седло, а как бы по такой небольшой изогнутой линии. Эта конструкция более мягкая и более комфортная. Это прям класс. Что сказать по поводу переднего переключателя? Можно ли его сюда установить? Да, можно. Для этого у нас на верхней трубе, можете посмотреть, размещены скобы. На подседельной трубе также у нас есть дополнительная скоба. Но при этом у нас нет упора под рубашку, как, например, на дорожных велосипедах. То есть вот на Schultz-Wanderer, например, такой упор под рубашку есть. Здесь же его нет. И тут нужно несколько раз подумать, а надо ли вам оно вообще устанавливать сюда передний переключатель. Ну и вишенкой, наверное, на торте можно назвать возможность установки дроппер-поста. Не совсем понятно, зачем для такого типа велосипедов нужен дроппер-пост. Но если вы потом в будущем захотите использовать этот велосипед как спортивный, то почему бы и нет? Это будет неплохим бонусом. Переходим к самой обсуждаемой части велосипеда, к вилке. У людей очень много вопросов к ее дизайну. И сейчас мы подробно разберем, почему вилка именно такая. У каждой вилки есть оффсет. Это расстояние от оси вращения вилки до оси вращения колеса. И реализовать его можно по-разному. В данном случае Паша, технический директор Schultz, решил сделать оффсет с помощью короны. Это делает велосипед более узнаваемым и выигрышным с точки зрения дизайна. Если вы поставите в ряд несколько плюсовых велосипедов, то Мамс Фейворит вы всегда из этой толпы узнаете. Но у этой вилки есть и практическая сторона вопроса. Благодаря такому оффсету у нас увеличивается колесная база, что в свою очередь влияет на управляемость и стабильность велосипеда. Второй момент. Это флексящая конструкция. Вилка будет вести себя намного мягче, чем обычные классические вилки. И третий нюанс. Это если вы размещаете огромные AnyCage сумки, при экстремальных поворотах вы не будете упираться в нижнюю трубу. Что же касается бонок, здесь их целых 26 штук. Вы можете сюда разместить AnyCage, багажники, крылья, все что угодно. И самая главная фишка этой вилки, то что вы сюда можете поставить 4 AnyCage крепления. Целых 4. Мы сюда примерили кейджи от Сальсы, от Блэкбёрна и от Кайлера. И все они сюда встали. Но опять же есть некоторые нюансы. Если вы хотите использовать 6-литровые AnyCage сумки, то вам придется ближние кейджи, которые идут у вас к раме, смещать на одну бонку вниз. Потому что все-таки большие сумки, они при экстренных поворотах упираются в нижнюю трубу. Второй момент. Если вы используете жирные покрышки, допустим, вы захотите убрать стоковый и поставить сюда 27 на 3.0, то рекомендуется использовать только крепления от Сальсы, так как у них есть вот эти вот крылышки, которые сумку обнимают, и они не дают при вибрациях сумкам перекашиваться и тереть о покрышку. Третий нюанс. Сумки Color Shaker Lite сюда не встанут. По нашим техническим замерам они получились больше, чем 6 литров, и поэтому на любимчика установки они не рекомендуются. Что сказать по поводу рекомендаций, как бы мы бы использовали этот велосипед, точно так же, как позиционирует, допустим, компания Сальса. Вы можете сюда разместить 4 AnyCage крепления Сальса с 4,5 литровыми сумками, и тогда у вас вообще никаких проблем не будет, ни с какой резиной. Это очень круто. В остальном фреймсет очень близок по техническим решениям к другим велосипедам Шульц. То есть здесь у нас есть и верхняя, и нижняя косынка около рулевого стакана, разрез подсидельной трубы у нас находится спереди, и перья у нас на подкове. Но переходим к нашему самому любимому, а именно к геометрии. Мы уже упомянули про вилку, давайте с нее и начнем. Овсет у нас равен 50 мм, трейл вилки у нас 85 мм, высота ног 455 мм. О чем это нам говорит? Что мы не сможем сюда установить привычную нам вилку с большим ходом, там 100-120 мм. Логично было бы посоветовать сюда поставить какую-нибудь гравийную вилку RockShox Rudy X PLR, но там в чем проблема, что она спроектирована под обычный, не бустовый стандарт, и туда не влезают жирные плюсовые покрышки. Поэтому Шульц Мамс Феверит в этом смысле в пролете. Наклон рулевого стакана у нас 69 градусов, провис каретки 65 мм, длина перья в 440 мм. Длина колесной базы в ростовке L Drop XL 1179 мм, что поистине является таким туринговым значением. Велосипед будет очень стабильным и очень комфортным. Что же касается соотношения стека и ричи, то здесь оно 1,44 к 1, что говорит нам о довольно горизонтальной, растянутой такой спортивной посадке. Но так как велосипед изначально проектировался под альтернативный флэкбар, у которого ручки сильно развернуты на вас, то сидеть на этом велосипеде вам безумно комфортно, и у вас остается такая довольно вертикальная посадка. Ну и давайте подытожим вышеуказанные цифры. Шульц Мамс Феверит нельзя назвать классическим МТБ, классики все-таки ближе Lone Ranger. Там у нас и каретка повыше, и благодаря задним регулируемым дропаутам мы можем сделать перья покороче, а также можем установить амортизационную вилку с ходом 100-120 мм. Шульц Мамс Феверит, он соблюдает пропорции МТБ, у нас достаточно большой передний треугольник, и достаточно короткий задний, но при этом он обладает дорожными свойствами, в отличие от Lone Ranger. Поэтому мы бы, наверное, его охарактеризовали, как такой туринговый регид МТБ. Время поговорить о навесном оборудовании. Начнем по классике с велосета из покрышек. Втулки у нас что спереди, что сзади, на промышленных подшипниках. Обода у нас шириной 40 мм, покрышки Continental Cross King 27,5 на 2,8 дюймов. Многие в предыдущих обзорах интересовались реальной шириной покрышки на стоковых ободах, и в этот раз мы провели замеры, и они соответствуют паспортным, что не может не радовать. Тормозная система здесь полностью копирует Шульц Лон Рейнджер. Это тормоза Radius, гидравлические. Спереди и сзади у нас 180-е роторы. Не сказать, что это прям какая-то супер-классная гидравлика, но тормозит она неплохо, и в любом случае она намного лучше, чем любая механика. Подсидельный штырь и седло мы уже не будем в тысячу раз повторяться. Они копируют Шульц Лон Рейнджер. Вы можете ознакомиться с нашими комментариями в других обзорах велосипедов Шульц. Вынос на этом велосипеде 60 мм с наклоном 7 градусов. То есть это не подъем, а именно наклон. Это тоже нужно учитывать. Ну и переходим к самому сладкому, к альтернативному флэтбару или рулю в петле, который Паша Павлов сам разработал. То есть это не какая-то китайская поделка, это наша российская разработка. Что хочется сказать по поводу руля. Руль безумно классный, безумно комфортный. И лично нам он напоминает помесь руля Сёрли Молоко и Джонс Луп Бар. От Сёрли Молоко здесь у нас разворот ручек на себя. То есть он не такой сильный, как у Джонса. То есть вы не будете ощущать, как будто вы управляете плугом. И подъем петли. Вы можете взяться в более аэродинамичный хват и спокойно наваливать на трассе. От Джонса здесь как раз таки ну сама конструкция, сама петля. Что касается грипс, они здесь тоже копируют Джонс. Практически точно такие же. Выполнены из пенного материала. И единственное к ним нарекание, что скорее всего от агрессивной эксплуатации со временем они уже начнут рваться. Так происходило с грипсами Джонс. Так скорее всего произойдет и с этими. Поэтому если вы во главу угла ставите надежность, то советуем вам присмотреться каким-то аналогом из других материалов. Например, вот Оди Лонг Нек. Я знаю точно, делают такие а-ля силиконовые грипсы тоже с огромной шириной. Можете как раз к ним присмотреться и заменить стоковые. Что касается трансмиссии, то здесь она практически полностью копирует Шульц Бойс Донт Край за исключением нескольких моментов. Сейчас перед вами предсерийный образец. И обратите внимание, что кассета здесь не стоковая. В стоке у нас будет стоять кассета от Майкро Шифт с диапазоном 1148Т. Напомним, что у Бойс Донт Край идет 1146Т. Поэтому здесь кассета чуть-чуть побольше. Что касается системы, она здесь точно такого же бренда, точно такой же модели Провилл Чарм. Но она отличается тем, что она бустовая. Здесь у нас идет смещение наружу на 3 мм, для того, чтобы сохранить правильный чейн-лайн. Что же касается тамп-шифтера, то он будет намного, намного удобнее, чем Барен Шифтер. Почему? Потому что вам не придется каждый раз менять хваты, для того, чтобы переключать скорости. Здесь у вас под большим и указательным пальцем идет рычажок, и вы спокойно, никуда не перекладывая рук, можете переключать скорости. Это безумно удобно и безумно классно. Переключатель этот надежный, ремонтопригодный, и для туризма он подойдет просто вот идеально. Это лучшее, что вы можете выбрать для флэтбар рулей. Также хочется упомянуть, что в отличие от Барен Шифтера, тамп-шифтер намного легче переключается во фрикционный режим. Если у вас в походе или в велопутешествии вышел из строя задний переключатель, растянулся тросик или еще что-то подобное, вы всегда можете одним щелчком переключить тамп-шифтер во фрикционный режим и менять натяжение тросика не позиционными значениями, а настраивать их практически до миллиметра, что не может не радовать. Это прям круто и зачет. Теперь стоит поговорить о том, как велосипед ведет себя в груженном состоянии. Так как это туристический велосипед и он изначально спроектирован под большие нагрузки, хочется рассказать о опыте эксплуатации в достаточно тяжелых условиях. Так как сейчас зима, на улице снег, каша и Шульц Мамс Фейворит как раз таки сразу попал к нам в боевые условия. Мы его нагрузили, упаковали полностью в байкпакинг, повесили 4 Any Cage сумки спереди, повесили на рульную сумку, подсидельную, внутрирамную. В общем, забили его полностью как могли. И каково было наше удивление, что велосипед в загруженном состоянии начал управляться намного лучше, чем пустой. То есть у вас уходят некие мелкие вибрации паразитные, вы начинаете лучше контролировать велосипед, он спереди у вас не скачет. И мы просто оказались в таком воодушевлении и в шоке от того, как он управляется груженым. Такс, ну попробовал я тут выехать на небольшой участок с автомобилями. Конечно, я причем выбрал именно его, потому что здесь меньше всего активности. Вот это было очень страшно. И вот это вот было тоже очень неадекватно. Собственно, поэтому, ребятушки, вы видите кадры, то, что я езжу по тротуару. Я езжу по тротуару не потому, что я так хочу, я плюю на правило дорожного движения, а потому что в такой снежной буре ехать на велике рядом с тачками довольно опасно для жизни. Попадете под какой-нибудь автобус и превратитесь в лепешку. Поэтому вот так чисто тестово выехать просто на дорожку. Здесь людей поменьше и датчик не так много. Вроде более-менее нормик. Но велосипед, конечно, вот еще раз повторюсь, просто мега, просто суперстабильный. Он очень хорошо держит дорогу. Даже если его и сносит, он как-то очень предсказуемо сносится с траектории. То есть вы можете этим заносом управлять. То есть такой управляемый дрифт. Дрифт, короче, пацаны. Так. Вот тут довольно сложный участок с диагональными колеями. Важно быть максимально аккуратными. Плохо, конечно, что обочину не чистят. Если бы здесь вот почистили хорошенечко, то бы было прям неплохо. Можно было бы держаться в потоке. Прям очень комфортный велосипед. Никакой гравиник с ним не сравнится. И обычные классические МТБ тоже с ним по комфорту не сравнятся. Прям круто. Как то вести ход. Так что, если, ребят, вы ищете велосипед для дёрт-туринга, для обычного туринга, если вы просто любите кататься груженые, то однозначно советую вам к покупке именно этот велосипед. Близимся к завершению. Хочется сказать про вес, цену и недостатки этого велосипеда. На наших весах он потянул на 14,9 кг, что в точности совпадает с показаниями на сайте. То есть, Шульц в этот раз взвесили все правильно. Цена этого велосипеда без учета всех скидок 73 тысячи рублей. Но сейчас на этот велосипед действует предзаказ. И по предзаказу вы можете купить его за 63 тысячи рублей. Это очень вкусная цена для этого велосипеда, учитывая его функционал и назначение. Что же касается недостатков, то их тут по факту нет. Мы их не нашли. Да, можно придраться к тому, что здесь стоит там шифтер, можно придраться к тому, что здесь стоит там Майкро Шифт Адвент Икс. То, что здесь достаточно странный дизайн вилки для кого-то. Но, камон, ребят, согласитесь, все это мелкие придирки. Именно весомых реальных недостатков у велосипеда за такую цену просто нет. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы хотим поблагодарить Постю и магазин Дабл Спорт Москва за то, что они пустили нас в эту суровую зиму погреться и снять в нормальных условиях этот обзор. Переходите к следующему видео и смотрите наши личные впечатления. Колесо от центра как это назвать центра рулевого стакана? Подожди. Используя здесь вилку аналогичную RockShox RockShox и многие спрашивали трейл билки у нас 85 миллиметров да уже заходи обода у нас на 40 миллиметров можно сказать шириной обода шириной 40